МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Саша, здравствуй. Здравствуй, Юль. Ну, давай расскажем нашим телезрителям, что же такое медиалаборатория. Медиалаборатория – это такой уникальный омский проект, который объединит на одной площадке инициативных, креативных людей нашего региона, которые уже развиваются, либо хотят развиваться в одном из направлений, связанных с медиа. Ну, насколько я знаю, сейчас в интернете масса образовательных онлайн-курсов и программ. Но вот в чем особенность именно вашего образовательного курса? Да, мы ни в коем случае не конкурируем ни с университетами, ни с онлайн-программами, онлайн-курсами. Мы как раз в дополнение ко всем тем возможностям, которые на сегодня уже существуют. В чем наша уникальность, наша особенность? Прежде всего, ничего не заменит человеческого общения. Второй момент – это сообщество. Одна из целей нашего проекта – это создать вот это вот сообщество креативных, активных людей. Здесь мы понимаем, что в одиночку часто не справишься. Поэтому это сообщество очень необходимо. Ну и третий момент. В рамках проекта мы не только будем прокачивать навыки, компетенции наших участников, но также у них будет возможность уже на практике разработать свой в командах медиапроект, который получит дальнейшую поддержку при его реализации. Этого все-таки в онлайн-курсах не получишь. Вообще, на кого рассчитан ваш проект? Кто может в нем принять участие? Есть ли какие-то требования к возрасту, к образованию? На самом деле, среди наших потенциальных участников, мы вот сейчас идет как раз набор заявок, мы видим, что есть те, кто учится в вузах на профильных специальностях, есть начинающие специалисты, есть те, кто увлекается, но еще не обладает необходимыми навыками, компетенциями в данных сферах. То есть для нас самое главное – желание человека, горящий глаз, желание делать позитивную повестку в нашем регионе, работать над медиапроектами, работать в командах, работать на благо Омской области, а знания дадим мы и наши наставники. Что касается возраста, то здесь тоже жестких ограничений нет, для нас все-таки важна вот инициатива и желание что-то делать. По каким направлениям вы будете готовить будущих специалистов? В этом году мы определили для себя пять направлений. Это дизайн, фото, видео, продвижение и журналистика. Сейчас мы находимся в Ньюсруме. Здесь работают журналисты, корреспонденты, шеф-редакторы и ведущие 12-го канала. Саша, ну расскажи поподробнее про курс журналистика. Насколько я знаю, практическая часть будет проходить именно здесь. Все верно, Юль. Как я уже сказала, особенностью нашей лаборатории медиа является то, что мы делаем некий симбиоз теории и практики. Это же касается наших спикеров привлеченных. Они не только знают в теории, как работать в медиа. Они все очень опытные, имеют многолетний стаж работы в медиа по разным направлениям. Вот как раз за блок журналистика у нас в первую очередь отвечает 12-й канал. Мы пригласили экспертов и наставников с 12-го канала. И также с удовольствием воспользуемся вот этим прекрасным помещением для того, чтобы наши ребята имели возможность не просто на слуху, на картинках узнать о том, что значит посидеть в кресле ведущего. Попробуют суфлер, пообщаются с журналистами. Это ведь всегда очень такое заманчивое и интересное царство за кулиси, за кулиси 12-го канала. Все-таки не везде и не всем удается попробовать это на себе. И хочется, чтобы ребята прочувствовали уже полностью на себе всю эту ответственность, роль этой профессии. Мы с удовольствием примем гостей, ваших подопечных, расскажем им секреты мастерства. А теперь несколько слов об экспертах. Насколько я знаю, все-таки это достаточно известные люди в своей области. И некоторые даже приедут из других городов, в частности из Москвы. Вот подробнее об этом, пожалуйста. Да, действительно. И эксперты, и наставники команд у нас люди с опытом, с теоретическим и с практическим, что тоже очень важно, и что нас отличает тоже от многих образовательных программ. Мы делаем вот такой симбиоз и теоретиков, и практиков. То есть те люди, которые десятилетиями работают и достигли определенных успехов в направлении медиа. То есть у нас такой достаточно серьезный отбор. Мы не всех спикеров, желающих приехать, принимаем. Смотрим, что они могут предложить, смотрим их бэкграунд, смотрим их биографию, их достижения. И только после этого принимаем решение, включить ли в состав спикеров или нет. География спикеров действительно широкая. Это и Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Республика Мариэл. То есть, да, действительно, нашим участникам, вот честно, можно позавидовать. Ну, теперь самый главный вопрос, как принять участие в вашем проекте. Насколько я знаю, регистрация заканчивается 25 сентября. Но все-таки вдруг кто-то примет решение позже, вот услышит от друзей, знакомых о вашем проекте и тоже решит принять участие в процессе. Можно ли будет это сделать? Да, мы так построили нашу программу, продумали для того, чтобы каждый мог принять участие в лекционных, во встречах с экспертами. Все-таки, конечно, больше выгодополучатели, это все-таки наши участники полноценные, назовем их так, только они смогут принять участие во всех блоках программы, они будут работать с наставниками, они смогут получить поддержку на продвижение и на реализацию их медиапроектов итоговых. Но понимая, каких действительно значимых спикеров мы везем, и мы все-таки не хотим ограничиваться на том, что только вот ограниченное количество участников сможет их послушать, поэтому большая часть образовательной программы будет открыта для любого желающего жителя нашего города. Прием заявок действительно до 25 сентября, необходимо заполнить заявку в нашей группе ВКонтакте, группа Медиалаборатория, а те, кто по какой-то причине не сможет стать полноценным участником, войти в состав участников, все-таки отбор мы ограничены количеством человек, но если по какой-то причине вы не смогли или ваша заявка в этом году не была одобрена, у вас в любом случае есть возможность стать слушателем программы, следите за всеми анонсами в нашей группе, выбирайте спикера, который вам интересен, будет расписание места, время, описание его темы, описание его выступления, приходите обязательно, вход свободный, всем очень рады. Спасибо, Саша. Ну давай еще раз расскажем, где все-таки желающие могут получить всю подробную информацию о Медиалаборатории. Наша группа ВКонтакте – Медиалаборатория. Все просто. Напомню, моя собеседница Александра Козулина, программный директор Медиалаборатории, которая реализуется при поддержке 12 канала. До встречи!